Приветствую вас, сынок, на моём канале Легко и Вкусно! Сегодня я буду готовить очень вкусную закуску из слоёного теста. Друзья, эта закусочка получается очень вкусной. И в нашей семье без этой закусочки не обходится ни один праздник. Для начала, естественно, нам понадобится слоёное тесто. И нам нужно будет приготовить начинку. Для этой начинки нам понадобится 100 грамм сыра, жареные шампиньоны и куриная грудь. Шампиньоны я предварительно уже приготовила. Я их обжарила на сливочном масле с луком. Я использовала 30 грамм сливочного масла. Растопила их на сковороде, порезала шампиньоны, высыпала туда и добавила лук. Они обжарились, подсолила их. И в результате вот такие вот ароматные грибочки у меня получились. Для нашей начинки понадобится куриная грудка. Я её отварила в подсоленной водичке полчаса. Нарежем её на мелкие кубики. Отправляем нашу куриную грудку в посуду, там, где мы будем смешивать все ингредиенты для нашей начинки. Сюда же мы отправляем наши жареные грибочки. Добавляем сюда 100 грамм тёртого твёрдого сыра. Ещё добавим сюда одну ложечку чайную с горочкой майонеза. И хорошо это всё перемешаем. Друзья, напомню вам, грибочки я подсаливала. И водичку, в которой я варила куриную грудку, я тоже подсаливала. Но по желанию вы ещё можете немножко подсолить нашу начинку. Друзья, я тоже немножко подсолю. И добавим немножко чёрный молотый перец. Ещё раз хорошо перемешаем нашу начинку, чтобы все приправы, соль и перец хорошо смешались. Теперь открываем наше слоёное тесто. Оно должно быть хорошо подсаявшим. Аккуратненько, чтобы не порвалось. Разворачиваем. Если у вас тесто слоёное потолще, можно его тоненько раскатать. Вот такой вот, несколько миллиметров. Так, друзья, смотрите, у меня тесто в форме круга. Нам нужно его сделать таким вот, квадратненьким или прямоугольным, потому что нам нужно будет вырезать с него ромбики. Даже такие прямоугольные кусочки. Так, вот краешки я обрежу. Разделяем этот кусочек на четыре части. Такие вот, немаленькие у нас получатся. Так, смотрите, в серединку мы ложим нашу начинку. И сюда ещё нужно отправить маленький кусочек сливочного масла. Тогда получаются они такие очень сочные и вкусные. Так, что мы делаем дальше. Берём так аккуратненько и склеиваем наши краешки. Склеили в кучку, а потом проклеиваем разрезики. И получаются вот такие вот конвертики. Так, и так делаем следующие тоже. Опять. Ложим начиночку. Масло ложим. И так же все в кучку собираем уголочки. И склеиваем так вот. Друзья, это хорошая тоже идея для новогоднего стола. Очень получается вкусно и очень красиво. Так, друзья, теперь берём просто одно яйцо. Так, щёточкой его размешаю. Сейчас будем смазывать наши конвертики. Так, хорошо, обильно промазываем. И хочу сказать вам, друзья, где-то 10 минут назад я включила духовочку на 200 градусов. Уже разогревается моя духовочка. Так что сейчас смажем и отправим в духовочку. Готовятся они очень быстро. И очень и очень вкусные. Я вообще очень люблю все блюда, в которых есть сочетание грибы и курица. Куриное филе. Грибочки очень хорошо сочетаются и в салатах, и в супах. Друзья, сверху немножко мы присыпем семечками кунжута. Получается красивее и вкуснее, когда зажаривается. Так, друзья, пока выпекается первая порция наших конвертиков, сейчас мы сделаем вторую порцию. И я хочу вам ещё сказать, куда я использую эти краешки. Я их потом отдельно выпекаю. И моя доченька очень сильно любит тортик Наполеон. Я их отдельно выпекаю, измельчаю, делаю крем, заливаю в посудочке и получается тот же самый тортик Наполеон. Получается очень-очень вкусненько. Всё, друзья, вторая порция тоже готова. Отставляем пока в сторонку, пока печётся наша первая порция. Друзья, с третьего теста сделаю один большой для мужа. Королевский такой. Будет побольше начиночки. Вкусненько будет. Такой лайфхак. Да. От души с любовью. Ещё мысло положишь. Так. Такой конверт получится. И обильно промазываем яичком. Друзья, прошло у нас 15 минут. И смотрите, какие они стали золотистые. Всё, друзья, вот так вот я выложила наши кусочки. Потом в конце их отправлю в духовочку и доведу до золотистого цвета. А завтра уже будет готовый такой быстрый тортик. Друзья, смотрите, какая красота у меня получилась. Вот. Сейчас я покажу вам внутри, какое оно сочное. Вот, с сырочком. Смотрите. Аромат какой стоит в кухне. Я очень люблю это блюдо. Ммм. Он такой сочный, друзья. Сыр расплавился. Очень вкусно. Мы очень любим эту закусочку. И все в семье у нас очень её любят. На завтрак очень классно так получается. Готовьте со мной. Если вам понравился этот рецептик, друзья, обязательно не забудьте поставить лайк. Поделитесь с друзьями этим рецептиком. Готовьте. Это очень вкусно. До новых встреч в новых видеороликах, друзья. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»